Докладчик, купчик Александр, почему я не люблю богатых? Попытка самонализа. Прошу прощения за трепежащий голос и за чтение с листа. Я очень волнуюсь, это мой второй опыт публичного выступления перед столь представительной аудиторией. Итак, почему я не люблю богатых? Попытка самонализа. Теперь уже известно, что основатели психотерапии Фрейд и Юнг в основу своих теорий положили исследования собственной психики. Нисколько не претендуя на место в этом славном ряду, попытаюсь я изложить свои скромные размышления на заданную самим собой тему. Доклад состоит из трех разделов. Общественный миф, мировоззрение моей семьи и мой внутренний мир. Разумеется, они тесно переплетены и связаны между собой. Один вытекает из другого, я разделил их я только для пущей связности и многообразности изложения. Начнем, как и положено, с первого. Первое. Общественный миф или несколько сужая тему славянский менталитет. Уже набили оскому стенальной интеллигенции по поводу общинного самосознания славянина, вытекающей из него тяги к коммунистическим идеям. Это верно отчасти лишь в отношении русского народа, да и то не всего. И вряд ли этим можно объяснить всю полноту проблемы. Интересна другая точка зрения, пытающаяся связать наши отношения к труду и как следствие к материальному благосостоянию с мировоззрением христианства. В одной из статей Василий Розенов приводит примеры переводов Святого Писания. Например, дословный перевод с еврейского языка, двустишая из книги «Притчи Соломона» звучит следующим образом. «Бедным становится, кто ленивит руку, а рука прилежных делает богатым». В русском же переводе с греческого перевода написано следующее. «Бедность человека унижает, а руки доблестных обогащают». Второй пример. Еще более показательный. «Разумный сын летом собирает, срамный сын спит в жатву». По-славянски же «Разумный сын спасается от зноя, а беззаконный сын подвергается в жатву губительному ветру». Комментарий излишний. Видно, что в славянском варианте смещены акценты с прилежанием на доблесть, с трудолюбие на спасение. А вспомним пример из великой русской литературы. Кого собирается гробнуть раскольника? Богатую и противную старуху-проценщицу. Мене бросается в глаза, что, собственно, было побудительной причиной этого. Его желание избавить свою сестру от брака с богатым и, опять же, противным чиновником. И таких примеров великое множество. Как богатый, так обязательно противный. А чем, как не бессознательным желанием избавиться от грязи денег, можно объяснить знаменитые кутежи русских купцов, на две недели запиравшихся с компанией прихлебателей в публичном доме, а затем на коленях ползущих к рам замаливать грехи. Должен заметить, что и новейшая история постсоветского пространства не дает поводов для уважительного отношения к богатым людям. В общественном сознании, в поле которого я нахожусь, существует распространенное мнение о том, что все крупные состояния нажиты либо путем обмана людей, либо путем разграбления страны. Часто и того и другого. Не могу сказать, что я не разделяю этого мнения. Примеров приводить принципиально не буду. Второе. Миф моей семьи. Мой отец рассказывал семейное предание, как мой дедушка в молодости откопал припрятанный его богатым родителям горшок с золотыми и серебряными монетами и отнес его в шину. Там он пил и гулял целую неделю, а затем его оттуда выкинули, как он выразился хитрой жиды. И здесь богатство ассоциируется с одной стороны с разгулом, а с другой стороны с обманом. Мой отец рано лишился матери, исполная щил и спил чашу сиротства. Это скитание по дальним родственникам, голод, холод, мелкое воровство. Например, чтобы выжить во время оккупации, пришлось воровать уголь под носом у вооруженных часовых. О чем с ужасом, как мало ценил собственную жизнь, минуту откровенности он как-то мне поведал. Как и большинство людей своего поколения, мои родители откладывали денежки на черный день, которые благополучно накрылись в момент перехода от развитого социализма к дикому капитализму. Не могу сказать, что отец проявлял отрицательные эмоции по этому поводу, но лет жизни такой перетекания денежных средств ему, безусловно, не прибавило. Тем более, что в результате появилась хоть и небольшая, но зависимость от сына, что при его сильном характере и моем подспудном удовлетворении, как я теперь понимаю, внесло диссонанс в сложившуюся иерархию отношений. Третье. Мой внутренний мир. Я родился в семье Ивана Служащего, учился в рядовой советской школе на окраине Харькова, закончил обычный государственный институт. Я не наблюдал большого имущественного расслоения и свои сведения о богатых людях черпал из просмотра телепередачи о загнивающем западе и чтении разрешенных цензурой книг. Обеспеченными людьми считались бармины, мясники и приемщики стеклотары. В моей памяти еще запечатлелись члены обкомов с их закрытыми распределителями, да мандариновые короли с Закавказья. Самому сталкиваться с ними не приходилось, а посему каких-либо чувств по отношению к ним я не испытывал. Впервые я встретился с обеспеченным человеком во времена Перестрой, и вспоминая о нем, испытывая уважение к его постоянной нацеленности на работу. Однако помню свое удивление тем, что я стеснялся демонстрировать свое относительное материальное благополучие перед менее состоятельными людьми, когда стал неплохо зарабатывать. Аналогичное удивление испытывал при виде своего отца-пенсионера, выгуливающего вечером собаку в старом ватнике, несмотря на наличие приличной одежды. Как-то это связано между собой. А что, если это мое раздражение по поводу новоривших, демонстрирующих на показ атрибуты богатства, связанных с подавлением внутри моей психики соответствующей стороны личности? Интересный поворот рассуждения. Возможно, эта субличность хотела бы его доминировать или вызывать восхищение других людей. И тогда только в силу внутренних ограничений это мое бессознательное желание не может проявиться явным образом и принести свои положительные плоды в виде успеха и связанных с ним дивидендов. Подытоживаю мою краткую и несколько сумбурную попытку самоанализа, могу сказать следующее. Моя непризмь к виртуальному обобщенному образу нового украинца наверняка связана в том числе и с отрицанием отдельных качеств самого себя, а также, возможно, с внутренним противоборством с образом отца, который имеет некоторые привкусы до конца разрешенного дипового комплекса. Ведь люди, обладающие богатством, обладают и той властью, которая бессознательно прочно ассоциирована с властью и могуществом отца. Показательный рассказ одного из моих учителей в психотерапии о том, что в значительной мере материальное благополучие новых русских, обратившихся за психологической помощью, связано с походками последних доказать прежде всего своему отцу и затем уже самому себе собственную значимость. Думаю, что разрешение этих напряжений внутри собственной психики в рамках отдельной личности приведет к значительному потеплению взаимоотношений ООНа и с богатыми людьми, что, надеюсь, будет свидетельствовать об общей тенденции увеличения толерантности в нашем обществе. Спасибо за внимание. Предважаю на своей мастерске, они называются «Диалог с деньгами. Как не продешеветь при продаже своей души и кинзаца». Спасибо. Продолжение следует...